Я перезашёл. Ага, хорошо. Сейчас я тебе переназову. Отлично. Четверо нас. Сейчас ещё подключится. Угу. Так. Share screen. Угу. Так, вам видно, да? Хорошо? Хорошо видно? Да. Итак, таких пять мест, да, мы уже поговорили, и всех вот эти вот пять мест, их объединяет общие какие-то традиции, общие вещи, которых они придерживаются. Я вам дам ссылочку, вы сможете посмотреть лично по ютубу, как была трансляция. Это в Москве проходила большой очень форум международный, где Дэн Бьютнер представлял вот все эти особенности вот в пяти точках. И он особо выделил также одну из точек, которая находится в местечке Ламалинда. Возможно, вы слышали. Ламалинда славится среди адвентистов тем, что там находится наш медицинский колледж, медицинские заведения. И там живет очень много адвентистов. И эти адвентисты, они соблюдают принципы, которые мы учим, потому что мы учим везде. Но вот в том местечке, так как это очень развито, большинство людей, которые там живут, они являются рабочими вот в этих медицинских учреждениях, членами церкви также. И вот они, применяя, используя эти принципы, написано, что они живут в среднем на семь или на десять лет дольше, чем те люди, которые в других городках, ну, среднестатистических таких американцев, да? То есть это не просто они живут в каком-то особенном месте, как вот если мы возьмем, например, точку, да, там мы показывали одна из пяти голубых зон, была Япония или, ну, вот я сейчас верну слайд, видите, Япония, Греция, Италия, Коста-Рика. Но если вот эти места, они имеют некоторые такие отличия по своему расположению, может быть, географическому, по тем продуктам, которые там растут, то город Лома-Линда, он находится в Калифорнии. Наверняка вы видели традиционное питание американцев, это очень много фастфуда, да? И в среднем, то есть они живут рядом с ними, с этими группами, со всеми, но именно в этом городочке люди, которые придерживаются восьми принципов здорового образа жизни, они живут дольше, и качество жизни сильно от меня, отличается от остальных. И даже в National Geographic, вот благодаря вот этому исследователю, было написано, что Елена Вайт первая сформулировала принципы питания, которым следуют нынешние американские долгожители. Представляете? Вот этот человек, он не является членом церкви адвентистов седьмого дня, не знаю вообще, является ли он человеком верующим, об этом историю умалчивает, но согласно его исследованиям, согласно тем приведенным результатам, он говорит, что вот те принципы питания и образа жизни, они были сформулированы вообще впервые, до того, как Мир сейчас начал рассматривать, да, тему здорового образа жизни. Ну и на этом фоне я предлагаю сначала вот сформулировать теперь, а что же такое здоровый образ жизни? Как вот из того, что мы сейчас немножечко поговорили, как вы себе представляете, из чего складывается здоровый образ жизни? Ну, давайте, поделитесь мыслями. Неправильных ответов нет, у вас, вы же, ну, можете примерно описать, что, как вы это понимаете. Что такое здоровый образ жизни? Держать себя в форме. Поддерживать в форме, абсолютно верно. Для чего? Ну, чтобы не ходить таким... Чуть-чуть громче, плохо слышно. Чтобы не ходить таким... Ну, короче, держать себя в форме, все. Поддерживать форму, чтобы быть крепким, да? Хорошо. Профилактика, может быть, здоровье, да? Ну, ладно, давайте посмотрим следующий слайд. Как Денис правильно заметил, укрепление человеческого организма в целом, да, поддержка в форме в себя. Это также профилактика болезней, да, чтобы был, вот как Лиза до этого говорила, более крепкий иммунитет. Ну, и сохранение здоровья, то есть делать какие-то шаги, чтобы не усугублять какие-то проблемы, которые уже, может быть, есть, да? Сохранение здоровья. Ну, ладно. А вот такой интересный вопрос. А какова мотивация вести здоровый образ жизни? Каков в этом смысл? Вот, если бы вы решили, или, может быть, уже решили, вести здоровый образ жизни, для чего? Ну, короче, второе. Удлинение жизни, да? Ну, я вот набросала просто, это вот как пример вам, но мне было интересно, что еще бы вы хотели. Ну, вот, Денис, ты говорил, да, уже, чтобы в форме себя поддерживать. Какая еще может быть мотивация? Ну, еще, ну, у христиан, может быть, мотивация, чтобы приславлять Бога своим, как бы, ну, внешним и, ну, как бы, не знаю, ну, что ты, как здоровый человек, и люди смотрят, и, ну, ну, что это может приславлять Бога? Абсолютно верно. Вот, пожалуй, этот ответ, который я хотела бы услышать тоже. Спасибо. Еще, может быть, Павел, может быть, ты хочешь добавить что-то? Какая у тебя мотивация? Не знаю. Нет мотивации, ищем, да, в поиске? Я надеюсь, я надеюсь, мы найдем эту мотивацию. А вот посмотрите. Сегодня мир представляет ЗОЖ, и мы действительно посмотрели, да, уже, что есть определенные группы людей. Для кого-то это целая религия. Мы рассматривали с вами вопрос, там, нынешних буддистов, вот этих восточных практик, да, чтобы, ну, вот какую-то, это целая религия. То есть мотивацией здорового образа жизни является какое-то свое вероубеждение. Но мы сегодня, наш предмет сегодня называется адвентистский ЗОЖ. Чем та весть, о которой мы будем, мы говорим, отличается и уникально от здорового образа жизни, который сегодня ведут, ну, многие люди. Есть ли какая-то разница между Божьей реформой здоровья и теми практиками, которые сегодня пропагандируются в мире? Вот отчасти Лиза сейчас сказала, да, что это нацелено на прославление Бога. А вот интересно немножко уточнить, а каким образом? Ну, то есть, например, у нас в восьми принципах здоровья есть такой принцип, что доверие Богу. А многие люди в мире, которые ведут здоровый образ жизни, они как бы это все делают, ну, для себя, да, чтобы, ну, они меньше болели, чтобы там, ну, как-то выглядели привлекательнее, чтобы там не было каких-то проблем. Ну, а здесь как бы еще и не только, что внешнее и физическое поддерживается здоровым образом жизни, а еще то, что это переносится, ну, то есть на духовную жизнь человека, что, во-первых, он доверяет Богу, и он как бы человек, если он живет по, ну, адвентистскому образу жизни, то он руководствуется тем, что было от начала, да, то есть тем, что Бог у него заложил. А люди, которые в мире ведут здоровый образ жизни, они только смотрят, ну, что там считают, там, какие-то исследования проводятся, и не всегда они могут быть правильными. Хорошо, спасибо, да, так, а вот еще такой наводящий вопрос, да, как христиане, мы, к чему призваны вообще наш смысл жизни? Как людей верующих? Рассказывать людям о здоровом образе жизни. А еще о чем? Ну, ознакомить людей со Христом. Вот, ну да, правильно. Денис, ты же тоже продолжай мысль. Ты правильно начал рассказывать, то есть рассказывать, да, но не только здоровом образе жизни. Вот Лидия немножечко дополнила, что о Христе рассказывать. А еще что? Каким образом мы будем рассказывать? Мы будем кричать, мы будем их лопатой бить. А ну, быстро покаялись. Мы можем не только как бы и проповедовать людям, мы можем показывать своей жизнью что-то, чтобы они сами делали провод. Так, что больше всего людей притягивало ко Христу? Ну, защита, наверное, какая-то, то, что он исцелял всех. И исцелял. То есть он чудеса какие-то показывал. А он как относился к людям? Хорошо. А как хорошо? Совсем одинаково. То есть он не разделял, да, не было лицеприятия? Ну, он по-доброму, наверное, да, относился? Да. Долготерпение было у него? Да. А у нас часто бывает долготерпение? Нет. К сожалению, да? К сожалению, мы часто можем срываться, раздражаться. А вы знаете научно доказанный факт, что у людей, у кого проблемы с желудком, они очень раздражительны? Вот если у человека гастрит, то он очень раздражительный такой человек. То есть он, может быть, сам не хочет раздражаться, он, может быть, хочет, ну, знаете, как Павел писал, да, что доброе я хочу делать, но не делаю, что не хочу, то делаю. А вот иногда это срабатывает просто из-за того, что у нас какие-то, ну, может быть, даже когда-нибудь зуб, может быть, у вас болел, не хочется ни с кем разговаривать, да, там, ни до улыбок, ни до, там, какого-то доброго отношения к кому-то, мысли заняты об одном. То есть у нас уникальность нашей вести в том, что у нас это целостный организм, это единство всех принципов. Вы отвечали, хорошо, это взаимосвязь принципов, тут и доверие, тут и водичка, тут и физические упражнения. Для чего? Для того, что когда мы физически крепки, когда мы правильно питаемся, это помогает нам быть менее раздражительными. То есть мы все, все люди сталкиваются с такой проблемой, как гордость, с такой проблемой, как раздражительность, гнев. Но одно дело, когда мы молимся и с Божьей помощью решаем какой-то вопрос, а с другой стороны, когда мы провоцируем, нарушая принципы, данные Богом, мы провоцируем себя, что нам сложнее с этим бороться. Ведь согласитесь, человеку здоровому сложнее, легче бороться с тем, чтобы, ну, даже для нас, я скажу, это не борьба, да, вот чтобы не выкурить пачку сигарет, или чтобы пойти напиться, да, а у людей, которые через это прошли, это борьба, и порой борьба длиной во всю жизнь. Постоянная, ежедневная борьба. Поэтому вот то же самое, это ведь касается не только вредных привычек в виде каких-то наркотических средств. Мы кушаем каждый раз какие-то вещи, которые определенным образом влияют на наше состояние, влияют на наше ощущение, на наше настроение. Ведь представьте, что для того, чтобы, там, есть же антидепрессанты различные, есть таблеточки, которые влияют, да, на состояние человека. Так, представьте, там мизер, вот там вот та кусечка, эта таблеточка, а она влияет на человека, как человек себя чувствует. А представляете, сколько мы кушаем? Мы тонны еды в год потребляем, но в сутки, там, тоже несколько килограмм мы употребляем. Как вы думаете, это влияет на наше состояние? Это, конечно, влияет. И это касается не только, вот я сейчас сферу питания зацепила, но каждый из принципов, которые мы будем с вами рассматривать, каждый из них определенным образом влияет. И они настолько сильно взаимосвязаны, что это просто удивительно. Мы будем об этом говорить на последующих также уроках, и даже на этом чуть-чуть мы затронем эту тему. Насколько это все единый, неразрывный механизм? Настолько же, насколько вы не можете отсоединить, да, вам сегодня, допустим, чуть-чуть голова перегружена мыслями различными, вы не можете голову отделить от своего тела и подумать, что-то я сейчас не хочу, не настроена об этом думать. Это невозможно. Вот точно так же невозможно один принцип отделить от другого, если он даже нам нравится или не нравится. То есть это первая уникальная весть нашего предмета, в частности. А второе, то, о чем мы сегодня затронули, это весть дана около полутора веков назад, реформа здоровья. И она не является разработкой ученых, она не является плодом каких-то исследований, она является откровением свыше. А то, что является откровением свыше, как вы думаете, стоит того, чтобы этому уделять внимание? Мы с вами читали, да? Господь имеет о вас намерение во благо, а не на зло. Поэтому нам стоит прислушиваться к тому, чему нас учит наш Творец. Итак, цель таким образом ведения ЗОЖ — это не просто долголетие, потому что проблему греха, проблему смерти здоровый образ жизни не решает. Даже есть присказка, да, то, что здоровеньким помрешь. Но у нас не суть. Мы, как верующие люди, понимаем, что сегодня люди, сегодня враг Божий может отнять у нас все. Наши дома, машины, квартиры, материальное имущество какое-то. Но единственное, что никто не может у вас отнять, это вашу веру и вашу надежду, если только вы сами ее не отдадите. Это то, что принадлежит вам, и никто и ничто не способно у вас это отнять. Поэтому наша весть, библейская весть, да, библейское учение, Божье учение, оно направлено глубже, чем просто позаботиться, когда Господь дает эти все советы, диетология или то, или же любые другие советы, данные, оставленные нам в Духе Пророчества и в Писании, они гораздо глубже, чем просто материальные вещи. За нашу веру нас сегодня, завтра могут жизнь отнять. Понимаете, наш принцип будет не то, чтобы сохранить свою жизнь и продлить ее. Апостол Павел, и апостол, равно как от Петр и другие ученики Христа, если бы они боролись за свое долголетие, то они бы не пошли против правителей, да, они бы не провозглашали то, что они говорили. Но цель ведения здорового образа жизни, оно помогает нам прославлять Бога. Мы не можем прославлять Бога, когда у нас мы лежим на кушетке, на койке медицинской, да, скрученной, там, парализованной, я не знаю, какие. Конечно, когда человек в такие ситуации попадает, Господь знает, кого использовать в той ситуации. Я знаю массу людей, которые и калечные, и увечные, и почему так получилось, только Господь знает, но они в таком состоянии прославляют. Но когда это вопрос нашего собственного выбора, хотим ли мы Бога прославить мизером, или же хотим в полноте, когда у нас две руки, две ноги, крепость физическая, крепость духовная, чтобы идти и отображать его характер, отображать его любовь. Вот для этого нам с вами дана жизнь. Мы созданы для поклонения. И мы поклоняемся славой и благодарностью тому, кто есть источник любви, кто есть источник добра, кто для вас имеет такой замысел, такие мечты, которые вы вообще в самых красивых снах даже не могли бы представить себе. Он для вас имеет лучшая цель, лучшее предназначение. Ему стоит доверять. Я вам как-нибудь расскажу один из своих опытов из спортивной жизни. Обязательно еще поговорим. И я надеюсь, что вы мне вскоре поделитесь тоже своими какими-нибудь еще опытами доверия Богу. А пока мы продолжим. Итак, а прежде чем мы продолжим, я приглашаю вас встать. Мы немножко разомнемся. Буквально потратим одну-две минутки, но я думаю они не будут лишними, потому что мы уже засиделись немножко, правда ведь? Я сегодня не в спортивном костюме, а в платье, но я думаю мы с вами немножечко позанимаемся. Итак, я предлагаю вам встать. Меня хорошо слышно? Мы сделаем вдох, ручки вверх, вдох, на носочки встали. И выдох. Таким сделаем семь раз, давайте. Вдох, полные легкие надуваем и выдох. Вдох, еще раз, и на носочках пошагали, на носочках пошагали, пошагали, тянемся вверх, макушку тоже вверх тянем, тянем вверх макушку, пошагали на носочках. Высоко-высоко на носочки встали, шагаем, 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 шагаем. И выдох. Давайте еще три раза. Вдох, макушку тянем вверх и пошагали на носочках Выдох. Еще пару раз. Вдох. Давай, давай. Павел, я тебя вижу. Вдох. Я всех вижу. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь мы ставим пальчики на плечики и делаем вращение назад. Хорошие такие вращения делаем. Большой кружочек. Большой-большой. Локтем рисуем. Большой. Я верю, что вы можете. И вперед. Локоточком старайтесь нарисовать большой кружочек. Назад. И вперед. Хорошо. Отлично. Делаем наклончики и стараемся достать одной ладошкой внизу, ниже колена, а второй ладошкой под мышку достать. Да. Такие у нас обезьянки, да, получается? Угу. Хорошо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Теперь наклоны по диагонали вперед. По 4 счета на каждую сторону. 4, 4, 3, 4. Вы как бы, да, вперед, вперед, по диагонали вперед тянетесь. Чтобы у вас поясничка растянулась. 4, 3, 4. Давайте еще сделаем пары наклонов на каждую сторону. 3, 4. 1, 2, 3, 4. И заключительные на каждую. 3, 4. 3, 4. Хорошо. Подтянули к себе коленочку. Вот таким образом. К себе одну коленочку, носочек вниз натянут. Хорошо. Подтянули, хорошо. Прижали. Держим. 1, 2, 3, 4. Поменяли ножку. 1, 2, 3, 4. Другую ножку теперь назад. Назад. Вот таким образом. Колено у нас смотрит вниз. Строго вниз. Не вперед, а вниз. Прижали к ягодице. Пяточку. Поддержали. Таз подкрутили вперед. Чтобы у вас не было прогибов поясницы. А чтобы у вас поясничка ровная была. Коленка смотрит вниз. Хорошо. Поменяли ножку. Вот таким образом. Держим. Таз подкрутили. Хорошо. Подтянули к себе ножку. 3, 4. Хорошо. Еще раз делаем вздох. Вдох. Задержались наверху. И выдох. Наклонили головку вправо. Лево. Ушком постарались дотянуться до плечика. Еще раз. Вправо. Влево. Вперед. По диагональке вперед. Чуть-чуть наклонили. И в другую сторону. Молодцы. Назад. Полукруг. Отлично. Подняли. Плечики подняли. Опустили. Подняли. Опустили. Подняли. Отпустили. Хорошо. Продолжим. Чуть-чуть. Размялись? Да, размялись. Хорошо. Молодцы. Денис, не выключайся. Нам так приятно видеть тебя. Да, я сейчас лучше не выключу. И тебя плохо слышно. Так. Итак, мы остановились на отличие, да, от того, что мы говорим не просто про ЗОЖ, не просто про какую-то религию в виде поклонения собственному телу и улучшения его качеств, не просто про удлинение жизни, а мы говорим про состояние нашей души. Мы говорим о том, что где бы мы ни находились на своем жизненном пути, призыв, который записан в Откровении 14 главе 7 стихе, о том, что мы призваны поклониться Богу, бояться Его, воздать Ему славу, звучит для каждого из нас сегодня. И страх Божий — это не какой-то трепет, отчаяние и ощущение боязни, а это состояние ума, которое нас ведет к послушанию. Также, когда мы любим кого-то, нам хочется идти навстречу, нам хочется проводить время вместе, нам хочется делать то, что приятно этой личности, правда ведь? Вот так и страх Божий — это богобоязненность, это благочестие, это состояние нашего ума, это становится нашей сутью, по сути, частью нашего характера и ведет нас к послушанию. Причем не когда мы вот натужились, да, и вот мы будем послушными, мы будем хорошими, а вот это единство с Богом, единство всех наших сфер жизни и духа, и душа, и тела, они, это будет нашей сущностью, это будет нашим естественным образом жизни. Итак, мы созданы имя для него, да, о чем мы сегодня говорили, чтобы прославить его, чтобы быть счастливыми, мы на это созданы. Поэтому сейчас мы поговорим о том, что какие восемь принципов, вначале, когда вы рассказывали о себе, я видела, что вы не все возможные эти принципы знаете, поэтому мы сейчас коротко пробежимся по тому, что представляют из себя эти восемь принципов здорового образа жизни. Итак, первый, солнечный свет. Вы знаете, я специально поставила его первым, я знаю, что в тех регионах, там, где вы живете, это то еще сокровище, да? Солнечный свет очень важен. На самом деле, я сама вот два года мы с братом прожили в Санкт-Петербурге, я никогда в жизни не думала, в будущей, потому что в основном, находясь в спорте и занимаясь летним видом спорта, мы находились всегда в тех местах, где солнца предостаточно. Мы чаще всего от него прятались. В Краснодаре, где я вот сейчас нахожусь, тут тоже солнца предостаточно, требуется, наоборот, от него в определенные часы скрываться. Но в более северных широтах, уже в местах выше, да, по широте, чем Москва, даже выше, чем Воронеж, наверное, нужно смотреть, чтобы мы могли восполнять и даже солнечные ванны принимать, когда этот солнышко появляется. Мы об этом будем разговаривать, про солнечный свет в частности, мы поговорим на следующем занятии. Я думаю, что вы много таких практических рекомендаций новых приобретете. Но даже мудрый царь Соломон, он писал, что сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. То есть даже цари, которые жили в местах, где с солнцем проблем не было, но даже тогда они замечали, что это приятно, это драгоценно для человека. Второй принцип — это свежий воздух. И мы также поговорим о том, как мы можем использовать... Вы вообще задумывались, что воздух — это один из принципов здорового образа жизни? Да. Представляете? То есть воздух может быть разным. И даже когда он есть, мы его не замечаем, им можно пользоваться или же не пользоваться. Мы поговорим о том, как он на наш организм влияет. И как вы можете использовать то, что вас окружает, использовать вам во благо. Это два принципа. Вот солнечный свет и воздух. Мы эти принципы пристально рассмотрим на следующем занятии. Третий принцип — это вода. Но здесь, я думаю, все элементарно ясно. Но этому принципу мы тоже посвятим определенное время. Но хоть мы сегодня и не проходим принцип вода, но я вам посоветую. Такой лайфхак. Вы просыпаетесь. Вы когда просыпаетесь, вы пьете водичку сразу? Да. Все? Да. Хорошо. Обязательно. Я вам посоветую прямо себе запишите, если вы этого не делаете. Начинать утречко. Миллилитров 750 вы запросто можете выпить с утра. Теплая водичка. Можете добавить немножко лимончика. Потому что иногда, когда человек начинает пить, иногда кажется, что не хочется. Как будто бы кирпичи пьет. Но на самом деле, если вы добавите лимонного сока чуть-чуть, вы прямо возьмете лимончик, возьмите его чуть-чуть, и вы почувствуете, что пьется такая водичка гораздо легче. И она будет защелачивать ваш организм. Поэтому как раз вот у нас неделя до следующего нашего урока. И постарайтесь использовать водичку каждый день. Вот даже сейчас вы можете на мой предмет приходить смело с бутылочкой. И не только на мой предмет. Чтобы у вас бутылочка была под рукой. Всегда вы несколько глоточков делаете. У вас умственная активность будет лучше. Поэтому я, не дожидаясь до следующего, через урок мы будем про воду говорить, я вам сейчас напоминаю, включайте водичку обязательно, начинайте ваш день. Водичку попили, помолились. Дальше как раз у вас там пока вы помолитесь, пока вы позавтракаете, у вас как раз пройдет время, точнее, пока вы зубки там почистите, умоетесь, как раз пройдет время полчасика, прежде чем вы начнете завтракать. Вы почувствуете себя легче, вы почувствуете, что у вас будет запоминаемость лучше. Если у вас когда-либо болела голова, не бегите сразу и не просите там у родителей каких-то таблеточек. Выпейте достаточно воды. Пару стаканов воды заменят вам любые таблетки. У вас перестанет вода болеть, голова болеть. Поэтому используйте этот лайфхак, потом со мной поделитесь на следующем уроке. Итак, четвертое. Ну, конечно же, питание. Сегодня это отдельная тема, большая тема очень. Мы будем проходить это тоже с вами. Будут мастер-классы. Если кто еще не пробовал моего Наполеона веганского, я прям поделюсь с вами рецептом с удовольствием. Очень вкусно, вам понравится. Вы потом не захотите никакой пирог другой покупать, будете делать себе сами. И родителям вашим подскажете. А какие, может быть, творожки и зеленые гречки. Это просто объедение. Но веганских рецептов очень много. Они реально крутые. Это то, что вам даст и заряд бодрости, и хорошего самочувствия. Вы своих друзей будете кормить, подсадите на это все. Мороженки, которые вы не перестанете тратить, колоссальные средства, чтобы покупать мороженое, будете делать их сами. Будете вот такими просто друзьями. Короче, вот. Питание, это мы еще затронем с вами. Физические упражнения. Вы знаете, чаще всего, когда рассказывают о физических упражнениях, показывают фотографии, как там мокрые, потные люди путят в зале. На самом деле, вот я неспроста вам привела вот эти фотографии. Так, стенду, к принципу физических упражнений. Вы видите, это активное времяпровождение семьей. Это может быть прогулки на природе. Это могут быть совместные какие-то, да, вот такие вот вещи. Это также, если у вас есть огород или же земельный участок, если вы в доме особенно живете. Если нет, это может быть даже какие-то растения, которые вы дома держите. Или же это может быть, если у вас нету никаких растений, и вы не умеете с них обращаться, не мучите их. Помогите вашим родителям по дому. Используйте некоторые такие... Пропустите очередную заброску ваших вещей грязных в машинку. Постирайте сами. У вас будут напрягаться целый ряд мышц. Это послужит вам хорошей зарядкой. Как бы это ни странно звучало. Уборка по дому может стать классной зарядкой вообще. Поэтому включайтесь. Вам, я думаю, родители будут благодарны очень сильно. Плюс вы сами поди... Вот мы сегодня просто так на носочке становились, руками моделяли вверху. А если вы дотянетесь до верха своего шифонерчика, и там тряпочкой немножко появляется. Представляете, какая у вас растяжка будет? Так вы вырастите на несколько сантиметров вверх еще. Поэтому используйте физические упражнения. У нас сегодня много гаджетов, много различных штуковин дома, в быту, которые делают нас ленивыми. Для взрослых это машины, которые заменили велосипеды. Это хорошие на самом деле штуки. Они очень упрощают нашу жизнь. Но из-за этого появились фитнес-клубы, на чем на людях замечательно зарабатывают. А вот если вы пройдете, во-первых, побудете с родными вместе, прогуляетесь с ними, поиграете в салочки, в прятки. Представляете, это... Субтитры создавал DimaTorzok